Пожар на складе боеприпасов возле города Балаклия, Харьковской области, усиливается. Горит уже половина территории. В военной прокуратуре случившееся называют диверсией. Два человека получили ранения. Информации о погибших пока нет. Нет данных и о разрушениях. Пожарные не могут начать тушение, пока не закончатся взрывы. Взрывы боеприпасов на складе под Балаклией начались около трёх часов ночи. Их отголоски были слышны за несколько десятков километров. Я проснулась. Два часа, 26 минут была на часы. Посмотрела, они у меня просто над головой. Электронные. Я встала попить воды и таблетку. И звук грохота. Я думала, что-то у меня там упало. Потом уже увидела зарево. Всё, что успела на себя, на себя, въезжать. Утро власти объявили эвакуацию из 5-километровой зоны вокруг склада, а потом расширили радиус до 10 километров. Люди выехали из Борщевки, Волохова, Савинцева и посёлка Нефтяников, что в пригороде Балаклея. Всего из зоны поражения вывезли 20 тысяч человек. В городе открыты два эвакуационных пункта. Полиция начала патрулирование посёлков. По данным премьер-министра Украины, одна женщина тяжело ранена. Полной информации о разрушениях нет, но правительство поможет людям восстановить дома. Мы будем готовы и по разминованию, и по будильным материалам. Сейчас, соответственно, доручение тоже надано. Иншим областям будут подтянути необходимые материалы для сразу восстановления зруйнованных объектов. Я тоже очікую от областной державной администрации запит про выделение дополнительного ресурса с фонду резервного кабинета министра Украины. Мы сделаем очень быстро. На 368 гектарах хранились 125 тысяч тонн ракетно-артиллерийских боеприпасов. Каких, в военной прокуратуре не говорят. Государственная тайна. На месте взрывов работают следственные группы СБУ и военной прокуратуры. После допроса караульных появилась основная версия. Диверсия. За допытами тех осіб, добового наряда, которых удалось на этот час процессуально допытать, перед выбухом спостерегался гул летального аппарата, схожий на полет беспилотного летального аппарата, после чего в двух местах одного из майданчиков отбывались выбухи. Склад под Балаклий – один из крупнейших в Украине. Два года назад там уже была попытка подорвать боеприпасы с беспилотника. Но тогда огонь удалось вовремя потушить. Таким же способом атаковали арсеналы в Запорожье и Сватове. Министерство обороны сообщили об усиленной охране остальных хранилищ. Огнем объята уже половина склада, подушить пожар пока не удается. По оценкам экспертов, взрывы могут продолжаться еще неделю. Роман Спиридонов, Асана Минов, Заман, АТР.